1 декабря к нам поступила новая штатная численность из национальной полиции. И 9 декабря нашим приказом уже ГУНП мы продублировали и назначены все сотрудники у нас в новый штат. Значит, у нас там произошли небольшие структурные изменения. Значит, хочу сразу заметить, штатная численность личного состава у нас не изменилась. Осталось прежним 10 141 человек. Некомплект сейчас составляет 16%. Это 1624 человека личного состава. В принципе, если сказать, что он критичный или не критичный, 12% считается рабочий некомплект по Украине. То есть до реформы даже такой некомплект считался рабочий. Ну 16. Сберили личный состав, остались люди работать у нас. По структуре у нас поменялись. У нас добавились группы быстрого реагирования. В отделениях и отделах у нас теперь не будет заместителя ТВ, начальник криминальной полиции. У нас будет два заместителя у начальника отдела отделения. Это первый заместитель начальник следствия и второй заместитель начальник патрульной полиции. Хотелось бы анонсировать работу вновь созданной группы. это группа реагирования патрульной полиции. Все вы знаете о том, что на территории Днепропетровской области, на примере Днепропетровской города Кривого Рога, была создана и функционирует на сегодняшний день патрульная полиция. С учетом особенностей сельской местности, в основном группы реагирования патрульной полиции работают на территории сельской местности, там были созданы эти подразделения. Количество участковых инспекторов, да, действительно сократилось, но не настолько критично, как обозначил Юрий Сергеевич, у нас количество групп реагирования, наоборот, увеличилось, то есть количество людей осталось одно и то же. На самом деле это дает нам возможность эффективно реагировать на сообщения граждан. На сегодняшний день, буквально неделю, мы пытаемся эту работу поставить уже на должный уровень. Я думаю, до конца года уже они будут работать в полной мере. При этом функции участкового инспектора полиции никто не отменял, и на самом деле они будут работать и дальше. Кроме этого, я думаю, со следующего года будет МВД анонсированы такие так называемые полицейские станции. Это рабочее место участкового, где будут участковые проводить свою профилактическую работу, в том числе и где будут базироваться группы реагирования патрульной полиции. Это даст возможность оперативно реагировать на все происходящее как уголовного правонарушения, так и административное правонарушение. Даст возможность гражданам обращаться в полицейские станции, получать там, соответственно, квалифицированную помощь. Поэтому, если говорить о фактическом сокращении количества людей, то на самом деле практически оно не сократилось. Немножко видоизменилась, скажем так, работа и подходы к работе уже и участковых инспекторов милиции, и уже в будущем эти группы реагирования патрульной полиции, которые работают в настоящий момент. Не в полной мере, но, я думаю, после Нового года, уже с 1 января, они будут работать в полную силу. Редактор субтитров А.Семкин